Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами смотрим новости, но есть один нюанс, я не читаю новости, я только смотрю картинки и читаю заголовки, и уже из этого мы с вами делаем новость. Давайте посмотрим, что приготовила нам вселенная на этой неделе. Итак, как выглядит самый красивый человек в мире глазами соцсетей? Это мужчина в голубом круге, он, похоже, святой, и он стоит в профиль. А у меня открылась дверь, и я, походу, обосралась, извините. Мартиросяна Павли Воли, я не хочу его обидеть, но это самый обычный человек, средний. Человек средний, обычный, и никто не хочет его обидеть. Крупнейшая денежная реформа начнется 1 апреля, она заставит всех россиян жить по-новому. Каждому, у кого есть большая синяя монетка с наркосюрубой, дадут 1050 рублей. У кого нету, ну, все, кому не дадут. Восхитительный помага от китайского Бреда... Бреда. Восхитительный помага от китайского Бреда Кэткин. Похожи на сырки. Нарисованы на них птички, выглядят они замечательно, конечно. И, наверное, мы их съедим. Обзор возможностей чат... Чики-ки. Сможет ли и бот стать неотъемлемой частью нашей жирной жопы? Сможет ли, кстати, интеллект искусственный помочь человеку похудеть, если искусственный интеллект на картинке смотрит на череп? У них происходит ментальная связь, и знаки масонов витают вокруг. Девушка сделала татуаж бровей за 3000 рублей, и тут же пожалелась. Да и интеллект тихий ужас. Девушка закрывает руками лицо, но мастер все равно делает ей татуаж. Это действительно тихий ужас, вы не должны этого не хотеть. Не вздумайте там брать. Раскачество предупредило всех, кто покупает на Валберес Азон. Пакетик Валберес никогда не стоит покупать на Азон, потому что на Азоне поддельные пакетики Валберес. Мошенники перешли на виртуальные сим-карты. Что известно? Известно то, что неизвестный мужчина держит в своих руках телефон, тыкает там по своим иконочкам и разводит людей на всякие виртуальные карточки. Понимаете, вы берете карточку, а она уже не ваша. Не ваша карточка, потому что мошенник ее засканил. Он украл уже ваш номер, вашу кошку, ваш банковский счет, вашу бабушку, вашу квартиру, вашу машину и ваш мост. То есть вы уже не вы, вы уже этот мошенник, который сканит остальных людей. Будьте осторожны, пожалуйста, не открывайте это объявление. Ворогвай быстро становится одним из крупнейших хамов майнинга криптовалют. Там мужики на тележках, такие, знаете, такие, ууу, тележки, такие трактора маленькие. Они, короче, возят мешочки, и у них, видимо, криптовалюта. Потому что везде нарисованы биткоины, написано что-то на гусурманском, вот, и стоит машинка. И, видимо, этот мужик, он машинку это тоже будет скоро возить на этом маленьком мотоциклике трехколесном, и тоже к биткоинам, к бинансам, ко всяким вот этим вот монеткам на процедуры. Их будут там наличивать, их будут складывать в мешки. Вот, бинанс ничем не подкреплен. Биткоин это монета для иллюминатов. Пожалуйста, тоже не ведитесь. Кстати, у меня есть бот. Пожалуйста, подписывайтесь на телегу, я вам все объясню там, когда-нибудь, если не будет. Постоянно расплачиваются за свою личность по отношению к России. Они растягивают свои флаги и ловят людей, которые прыгают со зданий на эти флаги. Это ужасно. Там очень много загорелых людей с черными кудрявыми волосами. Я еще никогда не видела таких флешмобов. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Возительские права придется менять всем без исключения. Гражданам РФ озвучена новая рв. Мужская рука держит бумажку. На ней вычеркнуты все, все, все буковки. Это не вычеркнуты. Там какая-то странная, странная белая штучка на ней. Белый экран с лябью. Нарисованы всякие машинки. Господи, номера стоят. Он, походу, ее комкает. Это ужасно. Пожалуйста, не делайте так со своими бумажками, если они у вас есть. Хорошо, что у меня нет такой бумажки, потому что я боюсь таких бумажек. И если мне когда-нибудь сегодня такую бумажку, я испугаюсь и бегу. На популярном курорте Турции море загадочно ушло на 50 метров. Шокировал туристов. Куда оно, блядь, ушло? Куда? Тут действительно нарисовано то, что пальма, то, что там звездочка с флагом. Да, она стоит с ракушкой. Это, видимо, этот, из Панч Боба. Морская звезда. Я не помню, как его зовут. А вот, кстати, Патрик. Патрик его зовут. Да, он отправился в Крулист. Он вот на песочке Чирик. Рядом его подружка-ватрушка. Это зовут морскую звезду. Так, кстати, у мор... Кстати, у Сэнди из морских звезд сделан... Нет, подождите. Это у Ариэль из морских звезд сделан лифчик, а у Сэнди из ракушек сделан лифчик. Получается, Сэнди выпотрошил какого-то морского обитателя, чтобы сделать лифчик. Это интересно, да. Море, в общем, куда-то ушло. Видимо, по своим делам. Пожалуйста. Если вы знаете, куда ушло море, верните его. В море не должно быть никаких дел. В нем должны плавать туристы. Создатели RedFile показали бои, не рекоператив. Визезда объяснила проблемы с дисковой... Не знаю, чего-то там. Видимо, это все виноваты вот эти четыре человека. Ворона и пятый, летающий на заднем плане. А вот этот вампир, которого они пытаются убить, Наверное, он украл некоторую дисковую часть какого-то объекта, которого мы не знаем, потому что тут не написано. И в этом вся проблема. Наверное, они хотят спасти мир, вернуть дисковую часть и убить вампира, потому что вампир, скорее всего, ее украл. А может быть, это они ее украли. Обидный вампир как раз попал к ним нараженный. Вот пытается спасти, спасти себя. Вот, и, наверное, надо разобраться в этой ситуации, потому что мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Мы пропускаем те темы, о которых нельзя говорить, потому что о них нельзя говорить. Наш мир стал похож на Гарри Поттера, и мы живем в созвездии Альбьона. Арестованные чиновники ПФР и Почта России обвиняемые в хищении 2 миллионов рублей и молотка. Молоток тоже похитили. Судейский молоток – это очень важная вещь. Пожалуйста, не похищайте судейские молотки. Это противозаконно. Метеорологи выявили самую холодную ночь за февраль. Самая холодная ночь за февраль – это каждая ночь, потому что идет снег. Кассиры предлагают оплачивать через СПБ. Зачем? Зачем? Здесь вы можете оплачивать через СПБ системы быстрых платежей. Господи, это треугольник масонов. Это три треугольника. Треугольник масонов, который сложен в треугольник. Понимаете? Это просто все не просто так. Это нифига не просто так. Вы должны думать о том, что система СБП – это система масонов, которая не может нас контролировать. и она пытается нас контролировать путем того, что мы оплачиваем. Оплачиваем все через систему быстрых платежей. Они нас контролируют. Правда, пожалуйста, не оплачивайте систему СБП. Но рубль может удивить. Аналитикбанка.ру предсказал курс к концу недели 20.02.2023. Теперь вы знаете, когда я записываю это видео. Пожалуйста, помогите мне. Меня держат в заложниках. Тут, наверное, что он на 2 рубля. Один рубль такой, не такой, как все, а второй просто орел. И орел с рублем, они, понимаете, это как орел и решка. Они две стороны одной медали. Они должны быть вместе. Они должны быть на одной монетке. Если орел падает лицом вниз, то решка обязательно лицом к небесам. И на небесах Бог. Он нас всех спасет. Если мы, пожалуйста, не будем трогать эту монетку. Пожалуйста, не кидайте монетки. Они могут рухнуть на землю непредсказуемо очень. И помните, пожалуйста, о том, что вилка равно деньги, картошка.